Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень интересное и полезное видео. У нас в работе Tiguan в Спортлайне. Эта машина своим ходом из Москвы поедет в Якутск. Это 9000 километров. Алексей к нам приехал в гости, пригнал ее из Питера. Леш, расскажи, как вас занесло к нам и зачем? Ну, занесло просто давно на просторах ютуба. За вами слежу. Все очень интересно. Подход очень понравился. И в плане того, что именно по машине, хотелось ее защитить в такую дальнюю дорогу. Ну, и посмотреть, как себя пленка отработает, грубо говоря, в экстремальных ситуациях. Это экстремальная ситуация такая. Проехать 9000 километров, где будет песок, щебень, мелкие камушки. Местами даже, где не будет асфальта. И что, ну, соответственно, много-много мух и всего-всего остального. И как оно будет отработать. Именно пленка отработает себя в этих условиях. А скажи, пожалуйста, а сколько, вот по твоему мнению, ты будешь ехать? Сколько дней дорог займет? Ну, в предыдущих случаях я ехал, у меня было пять с половиной дней, пять суток. Пять-шесть дней? Пять-шесть дней. Если не торопясь, неделя. Ну, я думаю, где-то в среднем проезжают 1800 километров. А где самый жесткий участок, как ты думаешь, будет? Жесткий участок, это уже когда к нам сворачиваешь с федеральной трассы Москва-Владивосток. Вот там есть сворот, когда уходишь на Якутию, там 1200 километров. И там у нас еще местами нету асфальта. А там грунт получается? Да, там грунт, гравийка. Ну, просто дорогу делают. И поэтому там местами... Ну, есть местами, где гравийка, где можно по ней ехать довольно-таки быстро. И при этом ничего не мешает хороший грунт. Подготовка асфальта. Для такого испытания мы машину нарядили, на мой взгляд, две наиболее топовых пленки на сегодняшний день. То есть первое это Lumar Extra. Это толщина 270-280 микрон чистыми. Здесь забронирован капот и оптика в эту пленку. Остальная часть автомобиля это у нас бампер, крылья, стойки, корпуса, зеркал, передняя часть крыши, накладки на пороге. Все это Lumar Platinum. Вот, то есть на сегодняшний день, мне кажется, это топовый уровень защиты. И по приезду, я так понимаю, от вас будет хорошая обратная связь. То есть вы покажете, как она себя проявила, то есть какое количество там повреждений, сколов или их отсутствие, чего хотелось бы больше всего. Да нет, все прозрачно будет. Мы приедем, у меня свой дитейлинг, своя мойка, мы ее загоним, все помоем. Перед мытьем мы ее специально заснимем, как она приедет. Да, чтобы прям вот самая жесть была. Все время это будет ехать, она не будет мыться, ничего, сразу с парома мы заезжаем к себе на мойку и, соответственно, все это дело отснимем до и после. Да, и да, хотел еще дополнить то, что здесь также еще до кучи сделано лобовое стекло, пленка ClearPlex, потому что дорога, сами понимаете, дальняя. Там вариантов разбить это стекло просто неимоверное количество. Да, это точно. Плюс ко всему, дополнительно защищен экран мультимедиа в салоне, официальными защитными стеклами от компании IPF, так что тут все вообще по уму. Очень понравилось. Вот, спасибо тебе огромное за то, что обратился к нам. Вот, я очень жду обратной связи, надеюсь то, что машина доедет в целости и сохранности, мы реально все сделали с душой. Вот, все, ребята, тогда ждем, как машина доедет до Якутска и посмотрим, чего у нас в итоге получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, сейчас будут необходимые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы у вас целиком и полностью сложилась картинка того, к какому результату мы пришли, благодаря такому суровому интересному тесту длиной в 9000 километров. Условно можно все разделить на три части. Первое, отвалилась ли где-то пленка. Второе, есть ли сколы и пробития. Третье, это насекомые. Давайте начнем с последнего, так как это наиболее сложная и острая проблема для пленок. Машина целую неделю находилась в дороге. Она собрала на себе кучу органической нечисти. Не знаю, мне кажется, если поскрести, то там можно было бы собрать килограмм этих насекомых. Машина постоянно нагревалась, остывала, попадала в дожди. То есть происходили циклы размокания, сушки, нагрева. То есть вся эта органическая штука впитывалась, внедрялась в топ-код. И самый краеугольный вопрос, остались ли пятна. Да, ребят, пятна от насекомых остались. Это то, что интересует многих детейлеров, установщиков пленок и всех, кто связан с этой тематикой. Повторюсь, это одна из острейших проблем. То есть органика оставляет пятна на пленках. Lumar Platinum и Lumar Extra, которые являются утолщенной версией платинума. Топ-код максимально химостойкий. И тем не менее, посмотрите, на передней кромке капота все усыпано. То есть бесконечное количество пятен от насекомых, все это присутствует. Но самый главный момент, это не фатально. Дальше мы увидим машину, которая прошла процедуры по восстановлению поверхности. Конкретно это полировка финишной мягкой пастой и продолжительный прогрев на солнце. Все ушло в идеал. Машина как новенькая. Сейчас вы посмотрите эту картинку. О сколах и про конкретно работу там в плане того, как держится пленка, расскажет Алексей, непосредственно который вел этот автомобиль и являлся зачинщиком этого теста. Так что дадим слово ему. Но для начала посмотрим, какой машина стала после восстановления поверхности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, всем привет! Машина была обклеена в городе Москве пленкой LUMAR Platinum и усиленной пленкой LUMAR Extra капот и фары. Машина проехала от Москвы до Якутска 9 тысяч километров. За это время были там всякие казусы, гравийка, укладка асфальта. Соответственно, при небольшой скорости по асфальту, кстати, по асфальту могу заметить, ехав сзади за фурой, вот от фуры вылетает камушек. Там много раз такие варианты были. Вылетает камушек, который попадает нам в капот. Получается, подбило пленку и, соответственно, рикошетом попало в лобовое стекло. При этом все осталось целое. В остальном, что мне понравилось, да, когда мы доехали до города Якутска, у нас просто было здесь неимоверное количество насекомых, после чего была произведена легкая полировка финишной пастой, вот в этой части. Ну и еще машина, получается, сама по себе два дня постояла. На ней даже не постояла, на поезде ли на ней, да? А вот. Пленка себя просто изумительно показала, отработала. В плане того, что даже есть такой вариант. Вот эти части тоже были обклеены пленкой, боялся из-за чего? Из-за того, что при возможности движения, бывает, по гравике дойдешь, камушками отбивается. Здесь у нас получается, вот, Андрей, смотри, сюда мне же подведи. Здесь даже есть на пластике такие всякие вот ссадины от камней, но на пленке при этом ничего нету. Я прям, я просто очень доволен своей, не своей, а работой ребят. Вот, ну и по остальному ничего нигде не отошло. По подворотам, где ребята все укладывали, все отлично. Ничто нигде не отошло. Что по фарам, что по бамперу, что по капоту. Вот, элементы все сделаны отлично. Так вот, по краям все смотреть, по фарам все отлично просто получается. По крылу, я просто вижу, ну, просто класс. По зеркалам, вот. Туда же вот маленький типа сколик есть такой, да, ну, видно, камушек тоже прилетал. В результате все просто отлично. Все ореолы, они разошлись, выглядит просто изумительно. Ну, все, спасибо большое. Все супер. Люмар улит. Друзья, в качестве по скриптуму хотел сказать несколько слов о пленках Люмар Платинум и Люмар Экстра. Данные пленки являются эксклюзивными в линейке продуктов Люмар и находятся в закрытой продаже. Если вы хотите защитить свой автомобиль этими материалами, вы можете обратиться к нам или в любой другой официальный установочный центр Люмар. Если вы хотите работать с этими пленками, вам необходимо быть партнером Люмар и для этого вы можете обратиться в компанию про пленки, так как они являются официальными представителями Люмар в России. Все контакты будут в описании под видео. Теперь, почему я выбрал для защиты этого автомобиля именно эти пленки? Ну, прежде всего, это эксперимент. Я очень давно хотел сделать гравийный тест, и пусть это будет одна из его вариаций, но с использованием пленок одного конкретного бренда. Если говорить про Люмар Платинум, то я ее выбрал, так как знал, что сейчас идеальный момент для того, чтобы проверить устойчивость этой пленки к насекомым. Эта пленка уже не раз доказала, что отлично переносит воздействие растворителей, щелочей, различных окрашивающих веществ на моих тестах. Однако повторить воздействие насекомых невозможно, кроме как подобным экспериментам. И примечательно то, что география этого эксперимента охватывает почти всю территорию нашей страны, так что сказать, что комары какие-то не такие, будет довольно тяжело. Если говорить про Люмар Экстра, то для меня это вообще новая веха в мире антигравийных пленок, так как этот продукт открывает новый класс защитных материалов. Мне всегда нравилось работать с пленками максимальной толщины, и Экстра для этого подходит идеально. Конечно, этот продукт имеет ограниченное применение в силу своих свойств. Этой пленке будут недоступны детали со сложными изгибами и геометрией. Однако, если ее комбинировать с другими пленками, то можно выйти на новый уровень защиты автомобиля от различных негативных воздействий. Отдельно можно сказать про защиту крайне нагруженных элементов, таких как пороги, задние части бамперов задних и прочие сложные места, куда прилетает максимальное количество камней. Ребят, надеюсь, вам было интересно, полезно. И прошу поддержать канал и видео лайком, репостом, подпиской, нажатием на колокольчик. Это очень сильно помогает в развитии и продвижении канала. Всем желаю успехов и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok